Систость поудобней. Поудобней. У нас начинается вечерний звук. Прекрасно. 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 Все у нас есть, электричество есть. Все у нас 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 есть. Да. Все у нас есть. Все у нас есть. Это уже... Как понесет. Как понесет. Вот. Вот так моментами помню. Ну, точно нет. Ну, 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 ну. Наталья. 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 Потому что обычно человек, он, ну, не с пустой же головой живет. Правильно? У него что-то там в голове все время происходит. Ну, во-первых, через зрение, слух, обоняние, ощущения всякие. Тоже обрабатывается информация мозгом. Она сама по себе обрабатывается. Это даже неконтролируемый процесс. Она сама по себе обрабатывается. Плюс память, плюс информация какая-то. Да вот все время наш мозг чем-то занят. Ну все время он чем-то занят. А вот когда ты просыпаешься, первое мгновение он ничем не занят. Даже не мгновение, а полмгновения он ничем не занят. И очень хорошо Бог говорит, когда ты только просыпаешься. Очень хорошо говорит Бог. Потому что есть, ну ум не занят еще. Есть такая ясность ума. Но вообще-то Бог хочет говорить всегда, но иногда подбирает моменты, когда еще никого нет. Так что тут пишет в комментариях. М-м-м. М-м-м. У меня вот это тут болит. Уже даже нет у нас какой-то маленькой подушки. Положи сюда. У меня есть и маленькая, и большая. Не, ну большой мне не надо. Ты хочешь, чтобы я вот так вот спал уже. У вас лежал. Не, надо... Маленькая подушечка, чтобы локоть можно было положить. И вот так вот присесть. Видите, никто не заходит в эфир. Они боятся, думаю, опять нападешь. Я нападу. Меня боятся. Я шучу. Пускай Бога боятся. Есть, конечно, удивительные вещи. Иногда люди боятся человека, а Бога не боятся. Даже такое есть. А Бога не боятся. Бога, отец. Чего его боятся. Ну, не только отец. Ну, еще. Вывозьте много. Слишком много, понимаешь. Он же не кое-то прошит. сразу таблетки и мазь вокса пришел но и вокса ты что там что не за светлой комнаты светлая комната экономим свет нас же там видишь раздолбали выключить свет сейчас соседи же вам попортили инфраструктуру немного надо экономить меньше потреблять то такое не включать там электропредметов каких-то там да ну шо давай делай пророческий эфир пророческий конечно сколько можно просто так говорить языком все же можете пророчествовать написано все просто кому это надо никто не хочет потому что слово божье ответственное слово если бог сказал если бог сказал люди просили они получили ответ и человек начинает дурака включать им это не надо понимаешь другой вопрос зачем да зачем бог же просто так не разними говорит не трепется языком так какая какое небо синее какое все красивое какое все зеленое мультик был такой про этого цыпленка которого там съела лиса волк и медведь а бог он он вдохновляет он открывает будущее вот языки языки тоже и так большинство осталось без этого у них кроме охрана беснуется больше ничего нету никаких мыслей а истолкование такое ощущение что богу некому и тайну открыть это же тайны духом говорим да тайны там такие тайны тайны духом бог говорит а что ты говоришь ты чё ты чё ты это пророчествую слушай я сегодня проснулся я сегодня лёг днем спать и шо и проснулся и первое впечатление у меня такое приятное такое отношение к владимир владимир владимирович путина приятно а сдохли на это к мертвым к мертвым все у меня к нему знаешь такой небольшая симпатия такая ну а дух дух божий я знаю что я знаю когда дух божий и вот он мне знаешь на каком не то что там любовь а вот сожаление сожаление сострадание и небольшая симпатия и это это в первое впечатление сначала сначала идет впечатление вот когда человек получает какие-то откровения сначала идет впечатление то есть что такое впечатление настроение настроение духа настроение духа потом он потом потом идет смысл этого нас так вот слушай что что вот я понятно что я все не понимаю но что я понимаю путин как человек вот я за как за как за человека власть конечно его испортила власть ну само собой а знаешь как грешнику дай власть грешник и так испорчен ему еще власть дать но дело не в этом и он кормил монстром он кормил этого монстра имперскими эмоция я имею ввиду там не все а россияне непонятно но это совокупность народом правильно всяких народов и он кормил этого монстра кормил его имперскими этими вещами кормил его почему потому что Но знаешь, когда ты выходишь, а монстр тебе кричит, монстр тебе кричит, это чудовище, оно тебя славит, оно тебе такое, и человек наслаждается, но монстр сожрет тебя, это же понятно, он тебя сожрет. Но никто не думал, что так будет. Не думал Владимир Владимирович Путин, что спецоперация, которую он хотел провести, бескровно фактически, быстренько, знаешь, ну, все сдались, власти сдались, поставили свои... Не-не-не-не, он хотел утилизировать, я им это делал, всех проукраинских убивали, ямы складывали. Он не думал, что она затянется надолго, он не думал, что придется, что уже пойдет разговор о ядерном оружии. Я вот сегодня почувствовал, он не хочет, он не хочет, но монстр... Но монстр, но монстр требует... Я, ну, понедай, поздно это не уговариваю. Да, я расскажу. Монстр, понимаешь, вот эта вот ярость, вот эта вот злоба, вот эта ненависть требует от него. Вот сегодняшние обстрелы Украины, это все для того, чтобы покормить этого монстра, чтобы не бросать ядерную ракету. Хотя требовали ядерную, он на самом деле сейчас находит всякие способы, чтобы отказаться от ядерных ударов. А ты что? Да, вот у меня к нему, я вот что-то почувствовал, что он, и не только он, там есть группа людей, которые не хотят ядерных, а есть монстр. Ну пусть сдается теперь, пусть сдаем. Это есть такие люди богатые, там же не он один, там есть богатейшие люди, тоже, ты понимаешь, нечестивцы в своей душе. И вот они хотят вот такого, вот этих вещей, а он сам не хочет. Так он же говорит, я принял решение. Пришло время, понимаешь, когда это чудовище... Оно будет пожирать Россию. И вот этот Путин, это всего-навсего человек. Он хочет перед Богом хоть что-нибудь сделать хорошее, не допустить, например, ядерной войны. Ты веришь ему? У меня к нему такая проскользнула симпатия. Это обольщение, не верить твоим чувствам. Я с тобой не собираюсь выяснять, обольщение-то не обольщение. Мне абсолютно пофиг, что ты говоришь. Ты можешь говорить обольщение, не обольщение. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Поэтому я говорю так. Я предлагаю за Владимира Владимировича Путина молиться. Я предлагаю молиться. Поддержать в нем вот это нежелание истребления тотального через ядерный удар. Он борется сейчас с этим чудовищем. Он его вскормил. Но теперь он не может его угомонить. Я предлагаю молиться за Путина, как за человека. Потому что, когда властелин поднимается и гордится, а потом вдруг он осознает, что он никто на самом деле. Он человек обыкновенный. У него может забраться дыхание жизни. Он умрет, как обычный человек. Ты понимаешь, человека попускает. Сдохнет, блин. Сдохнет собакой. И человека попускает. И он ищет. Я понимаю, что Россия, этот монстр, это чудовище сожрет Россию. Оно его разорвет на куске, эту Россию. Но я почему-то испытал симпатию Путину как человеку. И я чувствую, что он не хочет истребления миллионов. Он стал заложником того чудовища, которое я вскормил. Он стал заложником того чудовища. Я сейчас не говорю о всех людях. Я говорю, только за Путина. Только за одного Путина. Ответственность мне он не понесет, что ли? Я хочу быть хорошим, гладким, пушистым. Нет, он придет, он сойдет в преисподнюю. Но он же восстанет на Божий суд. Самый последний нечестивый восстанет на Божий суд. Конечно. Да. И иногда человеку, даже у высокой власти, на старости лет или когда чудовище над ним надвисло, до него вдруг это доходит. Вот знаешь, как пелена снимается с вас. Ну, конечно. Да. Я видел колдунья. У меня колдунья приходила ко мне перед смертью. Три дня приходила. Она ворожила, колдовала. Я когда-то пользовался ее услугами. И она никогда не выходила за калитку. Она приходила метров триста до моего дома и говорила, там уже черные пришли по мэне. Черные пришли стоять ждуть. Я говорю, тебе надо покаяться, отречься от твоего дела, чтобы признать, что ты занимался всю жизнь колдовством. Она так и не захотела. И она умерла. Она хотела получить оправдание. Я ей не дал. Говорит, тебе надо покаяться, признать, что все, что ты делал, это была мерзость. А я не... Так вот, я предлагаю помолиться за Путина. Ты хочешь молиться? Я могу ее только... Братья и сестры, сейчас Вокса заткнется, как вежливый человек, и не будет мешать нам молиться за Путина. А мы помолимся. Кто хочет молиться, кто хочет не молиться. Это же эфиры. Тут каждый вытворяет, что хочет. И я вот получил такое впечатление. Я хочу помолиться за Путина. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем молиться за кого-то человека. И Тебе нужны эти молитвы, чтобы влиять. Ты так решил, Господь. Чтобы церковь молилась. Поэтому в Твои святые, добрые, хорошие руки, мудрые, я хочу отдать Владимира Владимировича Путина. Тот, который нечестивый, грешник. Но я вот сегодня почувствовал, что ты мне сказал, что надо молиться. Надо молиться, потому что он противостоит чудовищу, которое я сам скормил. Это ужасное положение. Но каким бы оно ни было ужасным, ты из-за этих людей просишь молиться. Поэтому за Путина, я сегодня молюсь, я благословляю его на покаяние. Пускай он увидит все ужасы, которые он кормил. Я думаю, он уже видит. Помоги, Господь ему, содействуй. Все доброе от Тебя. Ты защитник, ты хранитель, ты удерживаешь... Тайну беззакония. Ты удерживаешь дух Антихриста. Ты удерживаешь многие вещи на земле, чтобы они не совершились. Чтобы церковь твоя смогла сделать жаду. Чтобы состоялось пришествие Иисуса Христа. Ты тот, которого сила, власть... Поэтому только за одного человека, за Владимира Владимировича Путина, молюсь, благословляю. Пошли ангелов своих. Какую-то помощь ему дай во имя Иисуса Христа. Помощь. Дай ему помощь. Чтобы он более-менее спокойно сошел в преисподнюю. Во имя Иисуса Христа. Чтобы сошел в преисподнюю, сделал что-то хорошее. Не, ну я, понимаешь, я не могу молиться. Я не могу молиться, чтобы он уверовал в Иисуса Христа. Мне что-то в это не верится, понимаешь. Я бы хотел, чтобы он сегодня же раскаялся и уверовал в Иисуса Христа. И завтра бы выступил по телевизору и сказал, братья и сестры, простите, дурака. Я вижу, что Иисус Господь. Он мой Спаситель. Нет. Я знаю, что я хочу рассказать. Страшные вещи. Страшные вещи. Но почему-то они существуют. Смотри. Я сидел в лагере. И, короче, у нас покаялся смотрящий. Дончик его был. Погонял. Я сидел в лагере. И у нас покаялся смотрящий. Ну, смотрящий был завязан с бандитизмом, с бандитами. Ну, короче, тому такое крутилось. И он, вплоть до того, что скрутил свою скатку, вот этот вот матрас, ушел оттуда, там, где спят они, пришел к мужикам, лег вместе там. И начал ходить в церковь, умолиться. Ну, короче, такое было. Блин, ну, такое. Приходили бандиты, говорят, что ты творишь? Так дело не в этом. Он остался в Боге. Он остался верующим. Он освободился передо мной. Потом я освободился. Мы еще с ним немножко погуляли. И потом я узнаю через пару недель, что его убили свои за то, что он не выполняет, не выполнил обязательства. И отказывается их выполнять. Понимаешь? Круговая порука, договорняки, обязательства. И они его убили. Убили? Так вот, Путина тоже никто не пожалеет. Но хоть что-то хорошее пускай он сможет сделать. Я об этом молюсь. Чтобы Бог поддержал в нем что-то хорошее, которое в нем есть. Чтобы Бог его увеличил. Чтобы Бог послал ангелов. Чтобы он в преисподнюю сошел спокойно. Что он сделал все, что мог. Чтобы этого чудовища утихомирить. Хотя это он его вскормил. Ну, короче, я не буду объяснять. Умные люди, духовные поймут, о чем я говорю. А дурак не поймет, даже если ему 30 раз объяснить. Понимаешь? Поэтому никому ничего не объясняю. Просто у меня такое впечатление дал Бог. Я рассказал об этом. И я об этом помолился. Понимаешь? Все. Молодец. Молодец. Так, кто там заходил в эфир хотел? Где эти люди? Знаешь, Игорь, я тоже прокручивал некоторые страницы. Думал, как мне наперед себя поступать. Ну, вдруг придется воевать, убивать. Говорит, ну, я, наверное, буду исповедовать перед смертью людей. А потом убивать. Говорит, привет Богу. Ты как бы, ну, как разбойник на кресте покаялся, но он умер. И ты сдохнешь. И встретишься с Иисусом Христом. Ну, тут тебе делать уже в этом мире нечего. Вот и все. Кровь человеческая – это не вода. Детская, женская, мужская. Замученные, замученные просто так ради развлечения тысячи людей. И до сих пор мучают, понимаешь? Это же процесс, который человек запустил. Его было почти не остановить. Человек, нажавший кнопку этого комбайна, запустивший войну, должен принять на себя всю ответственность, что он полешил. Показывает меня упрекает, что я что-то вчера проклинал, а сегодня благословляю. Я надеюсь, что наши братья и сестры не такие тупые, как кажется на первый взгляд. Да, это только кажется на первый взгляд, что они туповатые люди. Но когда с ними начинаешь ближе общаться, то на самом деле они сокровища. И вот эти комментарии, они бывают, знаешь, не подумают. Я понимаю, если ты это положил на сердце, делает, что тебя Бог положил, и ни на кого не смотрит. Я как говорил о том, что проклятие придет на Россию, на российский народ, так и говорю. Потому что это закономерно. Это чудище, которое вскормлено. Ну, конечно же, знаешь, как вот это... Ты видел когда-нибудь, я не помню какой фильм, короче, Дракон на этом и мясо куски вот так это рвет, метает туда-сюда. Я вчера в эфире или позавчера, я не помню, что-то меня спросили, она меня так нахнула, говорит, Россия? Сейчас я вам покажу, что будет с Россией. Я взял кусок хлеба, вчера взял кусок хлеба и порвал его на куски. Вот, говорю, что будет с Россией. Потом через полчаса... Что-то, Наташа, мне... Кушать давал, она нам все время что-то дает кушать. И это... Я пошел, хотел взять кусочек хлеба, думаю, одите куски, что я поломал. Смотрю, нету, один кусочек остался. Все целые, от этого, с половины. Я взял этот один кусочек и съел. И думаю, а один кусочек Украина съест. Кусочек России заберет себе. Ну, может такое быть. Кусочек Украины Россия заберет себе? Нет, кусочек России Украина заберет себе. Конечно. Она распадется, знаешь, Россия. Оно все Черное море достанется для Украины. Что-то Украине достанется. Оно заберет все Черное море до Грузии. Не будет России доступа до Черного моря. Вот так. Кубань будет украинская. Чтобы не было в них плота, не было в них военных кораблей. Вот я понял. А что ты один кусочек сделал? Надо было хорошо так съесть. Один остался. Не знаю, где все делись. Я все сидела. А, ну, то не считается. Я же пророчествовал. Поэтому мне один достался. Крым твой, да? И Кубань твоя. Ой, слушай. Вот это Лиля Сидорова умная женщина. Была. Пока не написала вот этот комментарий. Не мы не тупые, это точно. Просто кто-то не хочет признать, что он реально проклинал Россию. А мы и так знаем, что будет с ней. Только это не наша брань проклинать. Господи. А кто должен проклинать? Это Лиля Сидорова из рекламы. Из рекламы. Она из рекламы. Я проклинаю Россию, потому что так в Библии написано. А не потому что я извожу эти проклятия. Проклятия исходят. Слушайте. Проклятия исходят из Слова Божия. А если точнее, из самого Бога. Да. Из него вышло и благословение, и проклятие. А кто не во Христе Иисусе, кто не спрятался, тот... Бог говорит, я не виноват. Что вы умничаете? Что вы начинаете мне вот эти вот... Не люблю вот это, когда люди перекручивают. Понимаешь? Перекручивают. Перекручивают. Почему? Вы хотите показаться умнее? Да давайте я вас буду просто называть умничкой. Умничка. Умничка. Красавица. Умничка. Зачем перекручивать слова? Зачем? Да нет. Я просто не пойму. Зачем? Чтобы сказать. Куцин фигню несет. Куцин. Слушай. Некоторые говорят. Ты пастырь. Ну, это брехня. Они брешут. Они дурят. Они просто мне говорят, ты пастырь. Они ни слова пастырьское от меня не принимают. Ничего. Они просто дурят. Играют роль. Да, да, я буду тебя называть пастырем. Потому что, ну, ты так сказал. Тут онлайн церковь, тут пастырь. Ну, давай будем играться. Давай поиграемся в эту игру. Нафиг мне эта ваша игра. Зачем врать? А они не врут. Они хотят тебя поймать за язык. Поймать за язык. Пусть тебя за жопу хватают. Вот кусают себя за жопу. Зачем меня ловить за язык? Господи, такие умные. Да выйди в эфир, сделай проповедь. В перевес моей проповеди. Нет, надо... Я не проклинаю. Как? Мы можем проклясть только Словом Божьим. Мы не можем... Вы знаешь, например, я от себя проклинаю. Я проклинаю. А с чего ты взял? Что это надо проклинать? Я не могу ниоткуда ни с чего взять. Я беру со Слова Божьего, благословляю. Беру со Слова Божьего, проклинаю. А я что? Откуда я буду брать? Ну, знаешь, мне так захотелось. Если в Слове Божьем написано, что Бог благословляет нечестивого, то я так и буду говорить, но там такого не написано. Там написано, что Бог проклинает его и наблюдает за его погибелью. Нет, ну там написано, Бог верит в того, кто силен оправдать нечестивого, меняется верующим. Силен оправдать. Да, если человек приходит и говорит, во Христе Иисусе есть для меня оправдание? Я нечестивый. Есть. Один только случай. Просто так не оправдывает нечестивый, а только через Иисуса Христа. Да, да. Остальное под проклятием. Что я такого говорю? Проклинаю. Зачем, блин, вот это переворачивать? Фу, не люблю. А представляешь, если Путин возьмет и принародно снимет с себя тапки, все снимет, побреет себе лысую свою голову, будет сыпать пепел на голову и просить прощения. Это было бы прекрасно. Ну, я что-то в это, ты понимаешь, слишком высоко человек к себе поставил и слишком много почестей и слишком много славы, которая на самом деле принадлежит Бога. Ему, по-моему, никто не поверит. Слушай, ему никто не поверит. Да. Ну, неважно. То ты бы не простил, Волксер? Много славы Божьей на себя взял. Давай восстанавливай Украину, давай деньги сюда, давай людям утри слезы, обеспечивай всех детей пожизненно, чтобы они получали образование. Газ, нефть, все бесплатно для Украины. Сначала сделай то, что ты должен сделать полностью. Завали ее. Лес, строй материалы. Рабов пришли сюда, тех, которые пришли, чтобы они строили нам дома, дороги. И их корми. И над ними стой, чтобы они никого не трогали. Вот тогда мы поговорим. Отстроишь вот это все, что разрушил. Вот тогда я буду с тобой разрушить. А до того я тебе не верю, ни одному слову. Я думаю, что все эти вещи будет делать уже не Путин. А Путин уже туда. Они не будут делать. Он уже ногами там в преисподнюю уже туда сходил. Его же судьба решена. Да, он уже, понимаешь, он накопил слишком много Божьей славы, которые ему не принадлежат. И падение. Ну, это человек, ты знаешь. Ты посмотри на мертвеца, который лежит в гробу. Кто бы он ни был. Кто это такой? А ты помнишь, что в своей жизни было, что человек, обратившийся к Богу, а потом немножко согрешивший, помирал? Не помню. Не было таких? Я не пойму, про что ты скажешь. Ну, человек как бы покаялся. Потом вроде ходил в церковь. А потом вдруг обозлился. Вдруг ожесточился. И он быстро помирал. Ну, трагедия. Было такое. Было такое, да. Вот почему-то в единичном случае, который человек просто взял, ожесточился вдруг ни с того, ни с сего. Не, он не ожесточился. Он просто начал делать тот грех, из которого Бог его вытащил. И чтобы он в этом болоте снова не застрял, он быстро умер. Потому что он начал снова колоться наркотиком, пробовать. Ну, ты понимаешь, снова 5-6 лет наркотической жизни – это не нужно вообще уже никому. Уже и здоровье не то. А у меня был друг. Друг. Потом как-то стал бомжом. И я его встретил. Ему где-то полвечера на лавочке. Ему говорило о Боге. О дьяволе. Вот я ему говорил, 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 говорил. Он там смеялся. Говорит, а то, да сё, да это. Так, 30-е. А потом, короче, он как не очень это воспринял. Хотя я чувствовал, что Божья присутствие такое было. Короче, он пропал и исчез после этого вообще. Никто его не знал, где он пропал. Так его по сей день не видно. Но у него был шанс уверовать, как бы. Он мог бы уверовать. Ему конкретно говорил. Конкретные вещи. Как-то так случается. Почему-то, я понимаю, что почему-то люди нечестиво живут, потому что им никто в глаза правду не говорит. Льстят. Боятся сказать правду. Когда приходил Павел, да, Павел, по-моему, к какому-то проконсулу и говорил в лицо, суд совершался, а тот уверовал. Понимаешь? Когда люди говорят правду в лицо, совершается суд. А когда люди льстят, и пророки, в кавычках, боятся сказать правду, этот человек будет торжествовать в своем зле, потому что будет торжествовать, пока его слова в лицо не скажешь. Вот есть такое, сколько путин, сколько нечестивый будет жить, да пока ему в лицо не скажешь, не засвидетельствуешь. Нравится это кому-то или не нравится, так оно и бывает. Я всем этим колдуньям, которые, когда уверовал, я пришел к ней, говорю, так и так. То, что вы занимаетесь, это зло, это колдовство, это Бог ненавидит, и на это надо завязывать. Я пришел в лицо, и у нее на кухне там все ей рассказал. Хотите, нравится вам это, не нравится это, как хотите. Делайте с этим. Я им в лицо сказал. Я приходил, и так вот говорил. Потом она ко мне приходила. Но я ей грехом не отпустил. Хотел, чтобы я ее как бы легализировал. Говорю, нет, нет, нет. Пожалеть не надо. Слушай, ну ты по себе, Вокса, ты по себе судьи. Если тебе придет кто-то, скажет лицо, что там обличить тебя, ты что, примешь это? Нет, конечно. Ну приди, скажи, что в чем. Не, ну я вообще говорю к примеру, но тебе придут, ты примешь? Нет, конечно. Пойми, а почему нет? Я поговорю. Потому что я вот заметил, что люди это не принимают. Ну вот здесь, какому кто не говорит, все именно только потом становятся злые. А почему? А я не знаю. Природа такая человеческая. Ничего не принимать. Не соглашаться ни с тем. Не, ну разве что за конкретные преступления. Я бываю, знаешь, отбывают люди меня критикуют. Я вот слушаю, и невнимательно читаю критику, или внимательно слушаю, и думаю, фигня какая-то. Ну врет же, потому что я-то знаю свое сердце. Не, ну ладно, я ищу там, понимаешь? Я ищу какую-то долю, ну чтобы применить к своей вере. Ну чтобы польза была, понимаешь? Потому что ну кто от пользы отказывается? Ищу пользу. Блин, гетьман у меня там, Дима, в телеграме. Я ему пишу, слушай, по-доброму говорю. Дима, не пиши мне больше, потому что я тебя просто заблокирую. А он мне снова пишет, а там это ты, там то ты, там это ты неправильно делаешь, ты там то. Я ему говорю, слушай, придурок, еще раз напишешь, я тебя заблочу, ты понимаешь или нет? А он мне пишет, а вот Господь Иисус туда-сюда, он там с любовью поступал. Я говорю, ты что, ты дебил или что? Я тебя предупреждаю уже по-хорошему, Дима, дурачок ты. Я вот хочу что-то пользу какую-то, но я вижу, что ты, ну вот как тебе сказать? Навязчивый, как банный лист. Вот я его не... Ну ладно бы он что-то серьезное говорил. А у него идея такая, что он обличает людей. Еще понятие, что фальшиво звучит голос. Вот вчера, не буду называть имя, заходил один человек и говорит, у него такое это, он пастыров обличает, служителей обличает. Ему не интересуют эти мелкие сошки. Ему с пастырем надо поговорить о состоянии его души, церкви и что там на небесах творится и почему все это происходит. Ну короче, блин, за суды, за все. Я вот, знаешь, если у людей целенаправленное, целенаправленное, вот узко, узконаправленное помазание, это мне подозрительно. Что это за дух такой, все время недовольный? Это святой дух такой? Ну представь себе, дух святой, все время недовольный. И у человека такое призвание. То есть, этот человек все время недовольный. Вот представьте, нету вдохновения радости, нету какой-то детской непосредственности. Он не впадает в детство. Он не радуется летящему там ветерку, бабочке, цветочку. Нет, у него все время недовольство. Вот он только встречает человека, неважно, грешник это или верующий. Он ему проповедует под осуждение, все время осуждение. А осудить человека, ну как бы местописания библейских вот так вот хватает, правильно? Пожалуйста, бери, осуждай. И вот я же представляю, если человек, или же он кайфует, понимаешь, если он притворяется. Потому что, ну не может... Он садист, он садист, реально садист. Не, подожди. Вот у меня иногда встает вопрос. Или он, понимаешь, недовольство на устах означает недовольство внутри. Ну это, конечно, тяжело. Не может же быть человек все время недовольный. Значит, иногда недовольство на устах не означает, что оно внутреннее недовольство идет. Это значит от разума. А в душе он кайфует. Садюга, действительно. Слушай, Игорь, Игорь, я там рулетка иногда вот обличаю, вот этих ушлепков обличаю, но я ржу почему-то. Я смеюсь, у меня такие примеры каких-то, ну довольно смешные. А я, а я когда смеюсь, они недоумевают. Я говорю, ты какие-то серьезные вещи говоришь, но как-то ведешь себя, ну странно. Что ты смеешься, ты серьезные вещи говоришь. А мне, знаешь, радостно, потому что это же без осуждения. Оно так человека станет. Знаешь, мне нравится, как Нафан обличил Давида. Ну вот, рассказал притчу там, ну ты же сам. Понимаешь? А-а-а. Вот видишь? Что? Так это же не значит, что я говорю, я пришел и говорю, так я ему там проклятие на волосы. Я прихожу с человеком и говорю, как с человеком. Я никогда не говорю, как с начальником. Я не говорю, как с президентом. Я прихожу и говорю, как с человеком. Да, кому много дано. С того много. Я просто не об этом. Я хотел сказать, что Нафан, другие пророки, которых мы знаем в Библии, которые обличали царей. Вот интересно, почему? Даже Иоанн Креститель обличал этого. Ну ты понял. Ирода, Ирода обличал. И смотри, вот почему они обличали царей, и цари как бы принимали от них это обличение. Ну, может даже иногда делали вид, что не принимают, но на самом деле шли там и садились, и понимали, что действительно он был прав, что он сказал им. А вот, я вот тебе скажу свое мнение, я просто что заметил, читая Библию, что эти, кто обличал их, вот эти священники, они были известны в том регионе, где они жили, в том городе или царстве там. И они были известны своей, вот действительно, вот знаешь, святой жизнью. И цари это знали и видели тоже. И они имели с ними отношение, знаешь, они часто с ними советовались, то есть как бы там звали их и советовали с ними. И когда эти священники приходили обличать, то, конечно, они имели именно прияние в этом вопросе. Ну, конечно, ну, конечно, а как Иоанн, например, он даже не заходил к тому Ироду на прием, он его в пустыне обличал, а Ирод слышал это во дворце. Ему все доносили, ему все доносили. Не, Ирод с ним и общался, как бы. Ну, я не знаю, не написано, что Ирод приехал в пустыню пообщаться с Иоанном. Такого не видно. Не, 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 я имею ввиду не с Иоанном, а с этим, с Иродом. Там написано, что когда жена его сказала, чтобы он ему отрубил голову, он, говорит, опечалился, потому что он любил Ирода. Так, слушай, ну, конечно, сначала посадил в тюрьму, а потом приходил общаться. Я говорю, когда Иоанн в пустыне был, когда Иоанн кричал в пустыне, Ирода там не было. Не было, не, понятно, но слухи до него доходились. Вот, вот именно, Дима, так вот именно, когда пророки говорят, кто разносит это слово? Когда нету ни телефонов, ни смартфонов, ни телевизору. Кто Ироду принес слова, которые я говорил о нем? Так вот, я думаю, что, ты знаешь, слова, сказанные пророком, а нет, давай не так, не так, потому что это мы неправильно говорим. Слова, которые сказал Дух Божий через пророка, они зачем вообще говорятся? Кто слушает эти слова? Для чего они вообще предназначены? Почему пророк говорит не на ухо, а в пустыне? Я думаю, что у Бога есть слова, которые он говорит для того, чтобы они исполнились. Вот Бог говорит слова для чего? Для того, чтобы они исполнились. А ему говорят, слушай, чтобы твое слово исполнилось, можем сказать Богу, такие условия сказать. Слушай, чтобы твое слово исполнилось, ты должен сказать его во дворце. Нет, чтобы твое слово исполнилось, ты должен сказать его на крыльце. Ты должен сказать его на горе. Нет, ты должен сказать его на каком-то трибуне. Нет, ты должен за кафедрой его сказать. Да ничего никому Бог не должен. Он, когда говорит слово, он говорит его для того, чтобы оно исполнилось. И он может это говорить, когда вообще никто не слышит. Но об этом написано. Ты вспомнишь это место Писания? Ты его частично цитируешь. И как говорит, нет ни одного слова у Бога, которое от него вышло, чтобы оно не вернулось назад к нему порожняком. Оно обязательно исполнит то, что оно должно исполнить. Просто понимаешь, вот Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Он был, конечно, меньше, чем я, ты, Вокса. Он не был Божьим Сыном, не был омыть кровью Христа. Ему все это еще предстоит. Он был меньше, но из рожденных женами он был больше всех. Из рожденных женами нет. Но не из рожденных от Бога. А вот рожденные от Бога больше Иоанна Крестителя. Так вот, слушай. Конечно, такой способ донесения. Я представляю этих пророков. Они же кричали в горах. Они кричали в пещерах. Они кричали под дождями. Они кричали под ураганами. Они кричали, когда на них сходил Дух Божий. И они кричали и людям. И просто кричали. Потому что эти пророки, где на него сошло, он кричит. Вот у меня, слушай, смотри, что у меня происходит. Я не пророк. Я иногда пророчествую. Но у меня такое, знаешь, происходит. Я объясняю некоторые вещи. Может быть, это учительство или пастырство. Не знаю. Что-то такое. Но смотри, что со мной происходит. Я лежу, например, в кровати. И я проповедую. Я проповедую в группе. Я проповедую в зуме. Я проповедую в прямом эфире. Я проповедую братьям и сестрам. И это... Я не могу успокоиться, понимаешь? У меня вот тут жжет внутри. Жжет. Я прямо на то что говорю. Потому что я уже проповедую, проповедую, проповедую. Блин, говорю, Господь-то, ну его нафиг. Что я должен вот это проповедовать? А оно смыслы, знаешь. И я разговариваю. Потом говорю, подожди. Я что, дурак? Зачем я вообще? Меня сейчас никто не слушает. Но будут же слушать. Понимаешь? И я проповедую, проповедую. Мои мозги заняты объяснением всяких смыслов. Которые дает мне Господь. Объяснением, объяснением. И я проповедую. Потом я, знаешь, беру себя за голову и говорю, Господь, я хочу отдохнуть. Могу ли я подумать о чем-то вообще другом? Могу ли я подумать о каких-то вещах, например, что нам нужен дом, что его надо устраивать? Например, я буду думать, вот мы купили дом, я там устраиваю. У меня беседка с мангалом там, заборчик красивый. Раз, машинка. Я об этом не могу думать, понимаешь? Я все время проповедую. Я все время объясняю. Я все время собираю какие-то смыслы. Нахожу в них взаимосвязь. И думаю, вот хоть бы не забыть братьям и сестрам рассказать. Хоть бы не забыть вот это. Думаю, сейчас прям в эфир выходить или что? Может, надо в таком порыве выходить в эфир и говорить. Не важно, ночь это или день, или утро, или обед. Нет, ну как же, надо до вечернего эфира. Пока месячный эфир, оно уже разлеялось процентов 40. То, что я крутил в голове. Что-то другое обратно. Так это мое состояние. А пророк? Я не знаю, чем движим пророк. Игорь, Игорь, слышишь, интересный момент. Вспомни этот самый Неймана. Помнишь, Нейман был? Ну. Который весь в проказе. Это же был великий человек, да? И царь, царь там сирийский, как бы он, но Нейман же ему служил. Нейман пришел к нему, посоветовался. Говорит, так и так и так. Тот говорит, иди, иди, говорит, сходи там. И он пришел, приставил. Он же там с такой, наверное, помпезной пришел в делегации. Ну, он же там не один был, а фана там все. А Нейман к нему даже не вышел. Ой, этот Елисей, прикинь. Вот пророки, они были блатные. Ну, реально. Они слово, вот как ты говоришь, Они делали иногда так, что к ним приходили за словом. Прикинь. Ну, ты знаешь, я думаю, нет. Ну, это лично. Это когда касается лично. А я думаю, что пророка, у него тоже начинается такое брожение. Бражение смысла, который хочет вылиться. И вот он ходит, ходит, ходит. А сказать некому бывает. И вот он берет и говорит вот так. А чтоб там было, нафрик, все взорвалось. Или, ой, господи, благослови там или что-то. Ты понимаешь, пророк эмоционально, у него вот так вот подходит, подходит горло. А он же не может. Он должен это сказать. Он должен где-то это выкручить. А перед кем? Не всегда, понимаешь. А иногда так человек неподготовленный. Вот Вокса, например. Чтобы он пророчествовал Вокса, его надо... Как это написано? Исполняйтесь Духом Святым, назидая себя песнопениями духовными туда-сюда. Понимаешь? Его надо раскачать. Знаешь, как будто бы Дух Святой вот стоит у него, как тихая вода. И вот надо раскачать его. И он скажет, так, 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 ребята, так, 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 так. И начнет что-то такое говорить. Просто вдруг... Ну, он никогда не думал. И так же Бог через... Ну, если пророк пророчествует. Иногда пророки знают, что с ними бывает. Неуверенность в себе. Ну, неуверенность в своей роже, в своем интеллекте, в своем положении в обществе. Вся вот эта неуверенность вместе собранная, она не позволяет открыть человеку рот. Почему? Потому что он даже боится, что если он что-то скажет, то это... Люди воспримут это как какую-то фигню. Понимаешь? Он стыда боится, он позором. Ну, да, поначалу... И он угошает, угошает Дух Божий. Так вот, Дух Божий угасить нетрудно. Потому что Бог, ну, не будет заставлять человека. Ну, не будет. Ну, представь себе, если человек стыдится Бога, стыдится Святого Духа, будет ли Бог выставлять его на посмечище, взять его разум, изолировать, открыть ему уста и говорить. Бог не делает из человека одержимого, которого парализуется разум. А он мелет. Идет такой по улице. Вот идет одержимый по улице. На того, на того. Понимаешь? Он мелет, не понимая, что он вообще мелет. Ну, дебил. Потом у него прояснили. Думаю, блин, что я творю? Понимаешь, как это? А Бог так не делает. Поэтому Богу надо, даже пророку, надо подчиниться Святому Духу. Не можете представить. Дух Святой уговаривает пророка, чтобы он ему подчинился. Вот это вот отношение. Игорь, ты помнишь этот мультик, как там цыпленок шел такой, говорил, какое все зеленое. Коко. И его съела лиса, потом лису съел волк. И волк, помнишь, такой у него, оно начинает цыпленок внутри петь. Ну. Ну, а типа волк поет. И он так раз, рот себе закрывает и так по сторонам смотрит, думает, чтобы никто не видел. Так, знаешь, типа с ума сошел. Идет волк и поет. Какое все зеленое коко. Нет. Ну, Димчик, ты понимаешь, это когда зеленое и когда коко в голове, понимаешь, что-то такие люди поют. Это одержимость. Ну, это про образ. Нет. Это одержимость. Это одержимость. А представь себе, например, представь себе, что Дух Божий наполняет пророка и ему придется говорить людям, ну, какие-то вообще неприятные вещи. Огорчить этих людей, например. Нет, это да. А ему самому неудобно огорчать людей, например, своих друзей, братьев и сестер. Огорчить. Кому это хочется? Ну, я вот говорю... Ты нас постоянно огорчаешь. Иди нафиг, понимаешь? Кто хочет терять друзей? Игорь, я говорю о том, когда я начал языками говорить, знаешь? Я молился, молился, потом раз, и я такой сам раз по сторонам, так думаю, подумают, что больной на голову. Это такое из меня льется, какое-то непонятное, знаешь, что-то я сам такой. Языками это да. Да, это ж было, это ж было, знаешь, в зоне, на промзоне. Я там зашел в цех такой закрытый и молился, и меня Бог вот так вот, знаешь, я начал языками говорить. А я еще не знал тогда вообще, что это такое. Я сам в шоке был, сколько из меня именно палилось, знаешь? И я так рот себе так закрывал, и думаю, чтобы никто так не услышал, знаешь? А потом уже пошло нормально, ну, знаешь, я вот хотел задать вопрос. Все говорят, что Вокса там пророк, в смысле, это правда, или это прикол какой-то? Слушай, значит, я не запоминал, но иногда он что-то такое говорил, знаешь, от Бога такое коротенькое, существенное, но сестры говорили, слушайте, мы там с Воксой общаемся, мы там в чатах, там молитвы, и вот если он раскачается, он бывает говорит не от себя, понимаешь? Ну, не рассуждения вот эти, знаешь, как логические такие, по-библейски, а что-то такое не от себя. Они говорят, ну, есть пророческий дух, мы наблюдаем. Это даже не Вокса про себя говорит, это люди говорят про него. Поэтому то, что у него нету такого служения, так это он в этом, ну, не то, что виноват, а не, как оно называется, не делает его это служение. Добрый вечер, добрый вечер всем уравновешенным братьям и сестрам. Да, чтобы сделать такое служение, Воксе нужна соответственная обстановка. То есть, люди, которые его понимают, он, который молится на языках, они его поддерживают, знаешь, он молится, какую-то тему, туда-сюда, ну, вот такой эфир нужен, пророческий эфир называется. Мы, знаешь, как бы, мы вот сейчас в Духе Святом исполняемся, мы сейчас, а может, что Бог и скажет, а Бог что? Богу есть, что сказать? Все вещи от Бога важны. Как Вокса ж, Вокса ж не уравновешенный, он пойдет там где-то, наслушается, какая-то адресит, ну, слушай, ну, слушай, я вот верю, что главное, чтобы у человека было сердце. Вот я не сердцевидец, Бог сердцевидец, но если у человека чистое сердце, ну, я имею в виду искреннее, у него нету задней мысли, третьей, четвертой, то даже не уравновешенного человека Бог может использовать его, эту... Ну, это да, я согласен, но понимаешь, Он же питается из каких-то гнилых источников постоянно, где-то там пойдет насмотрится, знаешь, как у меня собака была, гуляет, гуляет, потом где-то дохлятину найдет, нажрется, знаешь, еще и выкачается в ней, и придет, короче, я в шоке, воняет от него, начинаю лупашить его. Ой, слушай, я, я, короче, однажды подписался на несколько телеграм-каналов в российском, ну, чтобы читать там, блин, читай, а у меня что-то думает, блин, что-то, а мне Бог говорит, ты что вообще грузишь, загружаешь себя этой фигней, а люди там злобные, оживают, ну, кровожадные, такие, ну, матюки пишут, и все, фу, говорю, Господи, отписывайся, ну его нафиг, я поотписывался, оставил себе только там парочку каналов, один чисто такой, 205-я бригада российская, которая в Херсоне, и там человек, он просто говорит, у нас что-то, там без комментариев, у нас что-то происходит, у нас, я смотрю, он пишет, оно действительно происходит через, через несколько дней, он говорит, через три дня мы будем оставлять Снегуровку, хотя Снегуровка еще не занята, все, нам, нас ничего не подвозят, нам то, он так просто ставит в известность, говорит, вот это, вот это, вот это, приехали мобилизованные, они никакие вообще, вот такое, зачем вы нам их прислали, ну такое, будем, там пишут, будем мы через Крым, наверное, уходить, и так дальше, и так дальше, оставил такое, чисто информационное, потому что, когда ты общаешься, вот Иисус общался, среди грешников, ну, я думаю, он все-таки их выворачивал, на истину, ну, как бы, а вот, если ты, например, находишься среди грешников в чате, а эти грешники, кто дебил, кто сумасшедший, кто сезофреник, кто какой-то алкаш, кто какой-то кровожадный, и они же все пишут комментарии, ты понимаешь, какая-то женщина там, знаешь, и что интересно, ты их же и не видишь, ни лица, ничего, да, 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 и ты читаешь, понимаешь, а есть женщины, блин, я не знал, что женщины могут быть такие дуры, даже не дуры, а, короче, знаешь, грешник мужчина, и грешница женщина, это, блин, вообще, женщина, это, конечно, вообще, фу, 100%, грехопадение, грехопадение женщины, почему-то состоялось хуже, чем мужское, ну, я это так, без этого, просто я имею ввиду, что, ну, как, например, мужчина-алкоголик, и женщина-алкашка, да, женщина выглядит отвратительнее, согласитесь, правильно, слушай, алкашки-мужчины, их постоянно, я заметил, мужики лупят, потому что, вот это вот, потому что, ни мужчина, ни женщина, душа, ни мужчина, ни женщина, не предназначены для греха, чем больше красоты, вот, например, женщина создана для красоты, для уюта, для всего такого, и когда она опускается, то это очень заметно, знаешь, разница, предназначение Божьей, грехопадение, А когда мужчина опускается? Да, тоже заметно, тоже, ну, ты понятно же, просто женщину, как бы, хуже видно, или женщина-наркоманка, или пьяница, или там, шика какая-то, оно ж хуже, поэтому я вот этих чат, все поудалялся с них, но это уже давно, правда. Да, я тоже удалил все вообще, вообще не хочу смотреть эти новости, ни от кого, ни от украинской стороны, ни от русской. Не, ну, некоторые новости я смотрю, потому что, мне, мне, там, все передают, именно, что надо, именно, то передают, там есть у меня люди, знают все. Слушай, Лиля, знаешь, что пишет? Пишет, пока Вокса не проматирится, то пророчество не пойдет. Ой, слушай, ты знаешь, и хотелось бы мне вывести такую теорию с этого всего. А что, а что бы нет? А что бы нет, понимаешь? Вот, мне кажется, такое, знаешь, вот смотри, ну, тут такая схема, ну, схема, на самом деле, она такая и есть. У нас есть дух, написано он источник. Наш дух подсоединен к Духу Святому. Но это, знаешь, все равно, что взяли, например, и в океан поместили тебя. Ты теперь качаешь, качаешь из Духа Святого все что угодно, да, можно выкачать. Ну, вот, например, если он даст напорчик, через твой дух пойдет, куда тебе вдохновение, в душу. Ты начнешь чувствовать и что-то такое понимать. Тебе надо что-то сказать. Ну, душа это как земля, через которую проходит. Понимаешь? И потом оно выливается. Так может быть, знаешь, когда родничок начинает бить, он сначала много грязи выбрасывает, вы знаете. Нечистая вода. Но когда он повыбрасывает, и камни даже выбрасывает. Но когда он... А вы знаете, а вы знаете, как написано, что Бог откроет источники в тех местах, где вообще ничего не было. То есть, она, наша жизнь называется кругом. Вот представь себе, жизнь Воксы. Она огромная. Она задействует много людей. А источник – это его дух. И вот он хочет... Значит, ему нужно много говорить. Будут ли выкидаться камни, грязь, песок, какая-то трава, какие-то корни гнилые, там, пока он есть источник, он пробьет это все. Конечно, будут. Мне кажется, должно быть. Так это же, Игорь, делается все в самом начале. Нет, это делается, когда человек пророчествует. Ты знаешь, много рожденных свыше людей не пророчествуют никогда. Нет, не, но я имею в виду заматы. Ты вот материст, вот скажи. А, нет, ты знаешь, Дима, а вот тут я хочу с тобой поспорить. Почему? Потому что я матерился, блин, я через каждое слово матерился. Вот это у меня убралось сразу. О, вот у меня то же самое. Но это у меня. Но другое у меня тянулось. И у меня так. А у другого нет. Я знаю людей, которых моментально они не курят, наркоманы не колются. А раз, раз и матернется. Я говорю, что такое? Не знаю. Понимаешь, поэтому у каждого по-разному. Я не знаю. Мне кажется, Игорь, что язык наш и слова это самое такое главное. И поэтому Господь сразу очищает твою речь. Ой, нет. Ой, нет. нет. Но у меня тоже, слушай, я тоже матерился, Игорь, как сапожник. Слушай, ты знаешь верующих, которые матерятся? Ты не знаешь. Нет. Слушай, он страдает из-за того, что сестер знаю, которые матерятся. Человек говорит, я не пойму, что такое на меня находит. А оно нашло. Понимаешь, вот нашло, вот что-то не расслабилось в жизни, туда-сюда, и так мотиком, туда-сюда. И я вот думаю, а вообще-то это не его, не его природа, это не его постоянный образ, разговорная речь. Нет, знаешь, как вроде сатана подошел, и он атакует, и человека что-то вылазит такое, еще чуть-чуть, еще. А потом человек говорит, блин, это мне не нужно. И зло превращается все равно в добро. А вот насчет не ручки. Человек должен же от этого избавляться, если у него оно вылазит. Ну да, смотрите, есть же слова паразиты, братья и сестры. Вот слова паразиты. Их не зря называют паразитами. Это же паразиты. И от этих листов надо же избавляться все-таки. Вот даже слово блин, это паразит. Ну, может быть. Ну, это да, это паразит. А есть слова такие, ну, маты, это даже их не употреблять при детях, вот, ну, ты не употребляешь в нормальном обществе где-то. Ты же не будешь тоже материться. А вот это очень хорошая тема. Кстати, как делать, что делать со словами, которых ты неосознанно выдаешь? Ну, которые в тебе там где-то они заложились, а еще есть, в юности. Дима, заметь, заметь, что сказал Виктор. Он сказал неосознанно. Это, понимаешь, неосознанный грех. Неосознанно. Ты понимаешь, что такое неосознанно? Игорь, так я же об этом и говорю. Вот ты, например, зашел в администрацию городскую, тебе надо какой-то вопрос решить. Ты же там не будешь матюкаться? Это смотря, как тебе там ответят. Нет, я говорю, если ты пришел туда вопрос какой-то решать, ты же понимаешь, что этого нельзя делать, что маты, ну, как бы, это такие слова, что тебя сразу воспримут, как какого-то именно... А я против матов. Виктор сказал правильно. Это происходит неосознанно. А что интересно, неосознанно это происходит, смотря в каком кругу. Действительно, когда ты приходишь в церковь, атмосфера церкви, как говорит Александр, этот Вячеслав Урин, атмосфера, она тебя сподвигает на сдерживающий какой-то фактор. Понимаешь? Или когда идешь в заведение, организацию какую-то городскую или государственную, там ты себя сдерживаешь как-то. И эти паразиты, они как-то там тихонько... Потому что ты лицемер. Ты идешь в организацию городскую, где сидят эти чиновники, которые берут взятки и мешают тебе жить. И ты себя хорошо с ними лицемеришь. А хотел бы матюкаться, но боишься. Страх тебя сдерживает. На самом деле... А чего хотел? Я, например, вообще не мотивируюсь. Вообще. Даже если я выходил из себя. Когда была атака первая, мы пришли, все добровольцы, пришли, человек 600. Приходят, кто своим оружием, кто без оружия. И стоит там с горсовета, это чиновники. И там все стоят, распустили, оружия нет, пока ничего не будет. Та-та-та, та-та, сопли говорят. Я реально вылез на этот помостик где-то, стояли вот эти чиновники, матом на них разговаривал. При всех. Тут 600 человек стоят, я матом разговаривал. Я сам себя не мог сдерживать. Понимаешь, вы врете, суки. Просто врете. По-другому там нельзя было с ними разговаривать. Вы просто собаке врете. А что толку? А что толку? А много толку. А много толку. Я тебе скажу, что толку. До нас не дошло. До нас не дошло. Но это предупреждение в следующий раз. Сегодня на 4 утра обещают бомбить. У нас здесь 4 утра. Смотри, в Белоруссии будут арт-обстрелы и самолеты и все остальное. Ракеты будут обещают лететь. После этого этих чиновников будут убивать. Их не будут уже материть и нормально с ними разговаривать. После этого которые не дают оружие, которые оправдывают и говорят, что что-то не то, что-то не сейчас, а это будет потом. Их будут не слушать, их будут убивать. И оружие будут брать сами. Понимаешь? Вокс, а у тебя какой-то взгляд он отличается от официального. Это же с позиции силы это по-человечески. Потому что было время покаяться. Было время покаяться. Было время извинить свою позицию. Они просто офигели. Сейчас разбомбили это все. Всех людей разогнали. Разбомбили все эти блокпосты. Сейчас некому негде стоят. Понимаешь? Нету оружия. Оружие забрали. Сейчас просто на бусиках приедут с автоматами. Будет кошмарить целый город. Нету людей оружия защищаться. В это время, когда это должно быть наоборот вооружение, нас всех разоружили. Всех разоружили. Так а что, ты что-то добился? Я помню. А я и предупредил. Я тогда добился, да. Тогда добился. Поверь. Вот сейчас последнее я тебе говорю. У них было предупреждение. Вокса, Вокса, а чем ты лучше Зеленского, Залужного, Арестовича и так далее? Неужели ты умней их? Я не умнее, я не лучше. Я просто говорю правду, они врут, суки. Вот и все. Ничем не лучше. Ты знаешь, в законе даже Моисея, в законе Моисея прописано, что не все нужно говорить народу. Надо же как-то, ну, подбадривать народ. А подбадривать, это что? Да, надо говорить истину другу. Какой Моисей? Ну, какую истину? Ты пришел на похорон. Смотри, Вокса, ты пришел на похорон плачущим и утешающим. Все нормально. Этот мертвый воскресенье. Я ничего не помолчу, никого не буду утихать. Слушай, слушай, я тебе расскажу. А ты приди, да ты правду говоришь. Что вы над ним плачете, и он никогда не вернется уже. Все. Что вы над ним, вот это самое, что вы тут собрались. Это не правда. Это не правда. Закопайте его нафиг. Ты не тон говоришь. Ты просто фигню говоришь. У меня начальника, а сосед верующий, сейчас он занимает должность пастора. Тогда был зампастора. И он как сосед пришел на этот обед после похорон и как начал заливать, как начал заливать, что она как Матерь Божья прямо безгрешная. Хотя эту женщину знал и говорил с ней и перед смертью часто встречался, потому что приходил к начальнику бумаги, то все и с ней разговаривал. И что она как, она не уверовала. Она еврейка такая была, она все что-то ей не хватало. Вот. А он так заливал, ну прямо Матерь Божья такая святая. А я потом говорю, ну ты же вроде и не пил. Что ж ты такую дурню лепишь? Просто льстишь слуху этих людей. Ты же священник, ты же по должности зампастора, ты в церкви имеешь должность, ты там проповеди читаешь, а тут просто, сука, врешь. Так людей обманывают. Купи себе индульгенцию. Слушай, ну это, это же не работает. Работает? Для меня работает. Ты не можешь понять. Для меня работает. Я чистый. Я промолчал. Когда мне было сказать, я пару слов сказал, все поняли. Я одно не говорил. Пару слов сказал, очень простые слова. Ну вот я вот был в прошлой жизни бандит, наркоман. Мне об этом говорили. Мама моя, бабушка, соседи орали на меня. Ты наркоман, ты там бандит. На меня это влияло как-то. Да хрен с ним. Она сказала, да пошла ты. Я развернулся. Есть время говорить. Я вообще людям проповедую не то, что я их не упрекаю, что они наркоманы. Я говорю, есть вечная жизнь. Есть дар Божий вечная жизнь. И за все надо будет отвечать. И хоть ты Путин, хоть ты трижды Зеленский, но за все свои слова, обещания, если ты их не исполняешь, то ты, казалось, лжец. Лжец и царство Божие не наследуют. Но есть вечная жизнь. Я людям объясняю, слушай, есть вечная жизнь. Зачем ты свою жизнь просто теряешь ради какой-то лжи с юной позиции, чтобы тебя люди почтили и тебя улыбались и тебя льстили, и тебя боялись. Зачем ты теряешь всю эту вечную жизнь на вот эту лоз? Не, но это другое дело. Это другое дело. Если так говорить, никто так для Украины не сделал, как сделал Зеленский. Но ты идешь против вражна. Давай, давай не будем. Зеленский реально... Давай, не трогай меня. Игорь, а что ты скажешь по поводу Зеленского? Какое у тебя мнение? Что он? Ну, я имею в виду, как он тебе как президент вообще? Ну, лично я его, конечно, не знаю, но, но как президент, который, при котором началась война, ну, по крайней мере, он, ты понимаешь, что он, что он делает? Понятно, может, ему помогают, может, с ним беседуют, может, как человек, он не такой мужественный, как... Ну, любому человеку нужны помощники и советники, и поддержка, чтобы его мужество поддержать. Так вот, я думаю, что если он пошел на такое, на такие решения, он говорит, никаких переговоров, полностью освободите украинскую землю, мы будем ее освобождать до самых границ, мы больше не соглашаемся ни на какие захваченные территории ради мира, ради спасения жизней. Давайте так, идите к себе назад и там, что хотите, это делать. Понимаешь, это все-таки... Ну, он же мог по-другому просто включить пропаганду и сказать, знаете что, да ну их нафиг с той Запорожской областью, Керсонской, Харьковской. Мне и в Киеве хорошо. И вообще, я во Львов перееду, у нас будет Украина до Днепра, но мы все будем навыдать россиян. Нет, он уперся, уперся, и говорит, нет, чудовище должно быть уничтожено. И это чудовище, это не люди, это не люди. Люди заражены этим. Но чудовище, это вот эта вот агрессия. То есть, на севере такая злоба живет. И она поселилась в миллионах душах. Они приняли эту злобу. И Зеленский мог бы, конечно, и испугаться, как человек. Ну, сказал бы, например, там, пускай правительство, пускай правительство разбирается. Я не могу, я уезжаю во Львов, там, за границу уезжают. Да мало ли, куда уезжают. Ну, мог как человек сломаться, ну, чисто как человек. А он что, не сломался? У нас люди, которые бесплатно стояли полгода с оружием, не сломался. Он забрал, я тебе скажу сейчас завтра. Подожди. Подожди, все вот эти вещи, которые происходят. Помолчи, Витя. Молчи. Вокса, коллаборант. Вокса, ты коллаборант. Вокса, я тебя сдам. Я скину все координаты тебя. Если, не дай бог, что-то будет, ты будешь на крючке. 90 миллиардов скинул на асфальт. Вот вы даете. 90 миллиардов не на оружие, не на ботинки, не на зимнюю форму солдатам, а на асфальт, где воруют. Я доверил, что будет война. боксу в черный список. Срочно боксу в черный список. Не нравится мне. Смотри, чтобы не сдох. Ты понял, Витя? А то можешь не дописать свои паски и сдохнуть. Вот серьезно тебя предупреждаю. Будешь писать паски свои. Слушайте, слушайте, я когда-то, я возил было время одного этого музыкального продюсера, такого серьезного, Гела Тодо, его зовут, который Руслана возил на Евровиде, когда она заняла первое место. То я вам скажу, что он дружил с Зеленским, когда еще Зеленский не был президентом. И я с Зеленским часто общался с ним в офисе. Он приезжал, мы пили кофе, чай, общались. Я тебе скажу, что этот человек очень умный человек, и он лидер. Лидер по своей по характеру. Он, если что-то задумал, то все подчиняются ему, а не он подчиняется всем. И у него очень, голова варит у него конкретно. Да-да-да. Я к Санюзласин. Он хороший актер, хорошо играет, отлично играет. Он не только хороший актер, он и организатор, он и голова, чтобы что-то придумать. Вот эти проекты все, 95-й квартал там. Он ни одно обещание свое не исполнил, которое обещал идти на выборы. Это все очень серьезно. Он ни одно обещание не исполнил, которое шел на выборы. Он большой лжец. Слушай, при чем здесь лжец, или не лжец? Лжец большой. Ты представь, ну представь эту систему многолетнюю... Нормально он с ней ужился. Нормально с этой системой он живет. Нормально. Ну он не мог с ней сразу бороться. Надо было делать все постепенно. Так он и сейчас уже, сколько лет, сколько лет. А потом началась война. Он начал нормально с дороги делать, все делать. Все было нормально. Все начало расти. Венгрии. Чтобы вооружаться и ставить... Подожди, от Харькова отвели войска. Харькова или войска одна бригада осталась. Вот эта война вскрыла, вот эта война вскрыла, насколько трудно президенту нормальному справиться, справляться с системой, которая была на 70% пророссийской. Понимаешь? Люди сидели во всех кабинетах, 70% людей сидело, чтобы искать жизнь в Украине. Одень, они сидят. Стоп, стоп, Вокса. Война вскрыла. Ты думаешь, а теперь, а теперь, конечно, после войны будут серьезные требования и сейчас очень большие требования. Сейчас надо это делать. Сейчас надо это делать. Сегодня позорить президента Украины каким-то либо образом, как я это наблюдаю, делают христиане. Это никуда не годится, братья и сестры. Конечно, не годится. На нем сколько ответственности. Мы должны наоборот его поддержать. Говорят, куда делось оружие? Забрали в терророборонное оружие. Куда оно делось? Я считаю, что его уже приготовили до вот этих людей, которые приедутся по гражданию и раздадут коллаборантам. И они уже тут вооружены будут. А наши, которые здесь учились, будут без оружия. То у меня своя ружбайка с собой есть. И я буду стрелять. Мне будет пофиг. Я буду стрелять. Ты будешь стрелять? Ты что будешь стрелять? Ты будешь внутренне украинской если бы я командиром свода, и ты мне попал, я бы тебя даже окопы копать не пустил бы. Я бы тебя здесь закрыл, и там бы... Вокса, ты что будешь стрелять в послевоенной Украине? Будешь у кого-то стрелять? Какое послевоенное? Завтра обещают, во-первых, бомбежку. Вот в 4 утра обещают. И это несколько дней подряд будет. Разбиваться инфраструктура и ДРГ малыми группами будет на 20 и больше километров заходить в тыл. А кто тут будет их встречать? Ни одного блокпоста нету. Все люди... Вокса, ты предатель. Вокса, ты предатель. Я тебе правду говорю, что есть сейчас на данный момент. А мне до лампочки, что есть сейчас на данный момент. Все. Тебе до лампочки. Ты видишь локально, надо смотреть глубже. У нас стоит фронт, фронт, который не могут пройти россияне. Какие ДРГ? Кудой? Кудой? Кудой! Восемь человек на машине себе нету блокпостов. Заехали себе куда угодно и покошмарили. Это было в начале. Сейчас уже все перекрыли. Не было. Вначале на танках ехали, а сейчас на бусиках заедут. И все. Как говорят в Одессе, кудой. Да кудой. Под дороги, которые нету блокпостов, все открыто. Да что ты, что ты вот это бред какой-то несешь? Какие дыроки, какие ты открытые? Все перекрыто. Все у нас нормально перекрыто и все. Хорошо. Все, давай утро вечера мудренее. Посмотрим, что будет утром. Давай. Такие дураки все оставили дырки. Пожалуйста, заходите. Давай, наспокойся. Что ты слушаешь где-то? Я не знаю, где ты слушаешь. Зеленский говорил, что будешь марить, шашлыки жарить. Вот Зеленский говорил, шашлыки, какое нападение? У нас там все перекрыто, ничего нету. И за один день было на этой, на какой-то, на передарсенальной, перед этим. Ну хорошо. А какое сейчас положение? Какое сейчас положение наших войск и войск поселков? Вообще никакого. Разоружены все блокпосты, людей забрали оружие. Нету. Да как никакого поперлижни их везде. Ты что, странный? Слушай, Вокса, вот эта бабка на двое гадала. Я не спомню, мы должны это обсуждать? Прорвется завтра где-то ДРГ российская или нет? Что такое одна ДРГ, чем или пять ДРГ? Куда они прорвутся? Куда? К тебе в боярку? Ты боишься, что к тебе пройдут в боярку десантники российские? Ты за свою жадницу боишься? Или ты за всю Украину переживаешь? Я промолчу, не хочу тебе ничего говорить. Ну, Воксик, ну прорвутся, ну поймают их, ну что? Ну что ты беспокоишься? Я знаю нашу милицию, которая ловит, которой тут было, ей не было, а когда все тут затихло, они откуда-то повыползали. Вокса, ты предатель, ты предатель. Хорошо, Вокса, тебе я говорил и буду говорить. Давай тебе задание, давай задание для пророка. Скажи нам, в каком месте прорвутся ДРГ? Я сейчас же напишу, куда следует. Они уже сидят давно, они уже прошли, они сидят ждут сигнала. Они уже по селам, они уже дома сняли, сидят, вот эти мелкие группы, они уже здесь. Скажи мне где, скажи мне где, чтобы я мог сообщить, скажи. Конкретно где? Да. Те, кто знает, я тебе скажу, большинство из СБУшников бывших, они уже в этих группах. Ого, лидеры. Зрада, зрада кричит везде. Да, да, к сожалению, как менты Мариуполя перешли, почти в большем составе сразу перешли, там видео-то есть, как они там переподписывали контракты. Так и эти ждут своего сигнала, вот и все. Это свои же. Ладно, Локса, не будем тебя успокаивать или разочаровывать. Не надо меня успокаивать. Ну, мне кажется, что ты что-то сам боишься сильно. Мне просто обидно за наших, что наша страна, это страна куча предателей. Вот, от СБУшников, которых куча уже доказанные предатели, которых разыскивают, от ментов, понимаешь, и до прочих всего это. И это все от мэров городов, которые не дают тебе ни копейки. они сами... А скажи мне, куда ДРГ хотят прорваться? Куда? Они захватят все места, там, где оружие сохраняется. И все, они подпустят людей. А что ты без оружия? Я вот этому человеку сижу, который военный. Что ты без оружия? Пойдешь, что они... Они в Киев прорвутся, сюда, в Киев. Пригород. Им в Киев пока не надо, пригород, обезоружить пригород. Все эти, чтобы не было зенитные, вот эти установки противо самолетов, они стоят не в Киеве, они стоят вот тут в лесу. И не охраняются вообще, да? У меня вот, например, у меня другое какое-то видение. Я просто вот вижу и знаю пацанов... У нас? Я тебе скажу, обезвредить... Подожди, не будет связи интернета и все будут сидеть и молчать. Это в начале. В начале они были такие, знаешь, как бы, ну, что мы им на броники скидывались. Сейчас, я смотрю, они так все экипированы. Ну, оружие сколько там... Ну, это просто, знаешь, лучше об этом не говорить здесь. Но я думаю, что сейчас положение совсем другое. Это в начале, когда их застали... Уже месяцев пять служит брат. И ему в те время что-то докупают. Камеры я покупал, камеры видеонаблюдения. Ну, застали врасплох Вокса. армия была. Все было разваловано. Он сейчас служит. Он служит с мая месяца в войсках. С мая месяца служит. Он видел это все под этим и под Харьковом сейчас это. И сейчас у него грелки, просят грелки купить там вот эти вот... Слушай, Воксан, телеграм-канал российский сообщает, что сегодня ночью в Москве будет больше шума, чем на Украине. Всем приготовятся. Разгвардии приготовятся. Ты знаешь, что сейчас в Москве творится? Ты даже не представляешь. Это ответка, потому что такие, как я, и другие, они молятся. Все, что готовится против нас, это обратиться на них в голову. Не против них во имя Иисуса. Слушай, Вокса, в России, ты знаешь, что такое, когда распадается империя? Там гражданская война будет. Вот. Гражданская война будет. А знаешь, как империя, она сначала трещит, и кто-то свои... Ну, а ты кипишуешь. Я просто знаю, люди будут пострадать, реально пострадают люди. У нас тоже будет гражданская война, я говорю, у нас тоже прокатится очень быстрая война. И я могу пророчить, что в это время надо делать. Надо сидеть дома и на улице вообще не выходить. Как во время Пасхи. Она пройдет, будет море трупов, тебе туда лучше в это время вообще на улицу не выходить. Переждать. Потому что пронесется, как вот вихри. Вот этих чиновников поуничтожают, тут будет жопа, крови будет много. Но никому не советую выходить в это время на улицу. Сиди дома. Вот я там просто так вот говорю. Не бегите в самооборону, в отряды в эти все, и там будет мясо. Но это пройдет. Что тебе на это можно сказать? Не знаю. Ничего не говори. Не буду ничего говорить. Молодец. Поживем, увидим. Очищение пройдет, и оно очищается кровью. Столько этих людей, которые продавали и продают эту гуманитарку фурами. Оно просто так не пройдет. это смерти и это проклятие людей. Понимаешь? Оно не просто так не возвратится, оно пройдется, и люди потеряют все. Все, что они накопили, дома из них будут сожжены, разрушены. И будут уничтожены семьи, дети, жены, и все там, и женщины, и дети, и сестры, все там вот так просто под корень. Ясно. И тогда будет новая Украина. Да, серьезно. Но будет тяжело. А из чего же она будет, если никого не будет? Почему никого не будет? Это только чиновников поныщет. Будут люди, будут, отношения людские будут, ресурсы будут людские, газ будет для своих, будет все по нормальным ценам, не по мировым. Слушай, ну я только собрался, я только собрался на Украину уже возвращаться. не сиди дома, сиди там. Начался замес такой. Не надо, сиди дома, я тебе не советую ехать на Украину. Сиди там, где ты сидишь. Подожди до утра. Потом решишь, ехать тебе на Украину или нет. Мне нравится, моя жена, говорит, там утром бомбили Киев туда-сюда. А у меня жена, ты не паникуй. Ты не психуй, не паникуй. Ты, баба, я психую немного. Она меня сдерживает. Мне нравится, как Бог через мою жену действует. Да, я немного, меня заносит эмоционально. Вот. Ну я его слушаю, я на него смотрю. но у меня наоборот. Да. У меня нормально. Да. Жена, понимаешь... Баба Богу, оно должно пройти, все должно, воздаяние, возмездие должно прийти. На каждого вот этого сказанное слово, на каждое сделанное дело, ребята. Поэтому, делая добро, да не унываем, пожнем. А делая зло, тоже пожнем. Это не может быть. Бог по ругам не бывает. Что человек посеял, то и пожел. Жатва приходит и при собственной жизни. Тут жатва, ты, знаешь, жатва и сеяние будет в одно время. Понимаешь? Ты сеешь и тут же жнешь. Вот это вот не будет длительного перерыва. Под конец так будет. Ты вот посеял, и тебе к утру прилетела ответочка. Понимаешь? Ты пожал уже к утру. Это все будет. И люди будут бояться даже говорить что-то. Потому что будут слова сбываться, сбываться будут, сбываться слова будут. Дело от злого будет бояться. Потому что оно прилетает, люди в это увидят. Это суд и страх Божий. Ты знаешь, это интересная информация. время там идет, а оно как бы заканчивается. Слушай, ну время-то последнее. В принципе, это и как бы предвещало, что так будет. почему люди делают зло? Потому что нету воздаяния, потому что вот эти вот затыкают рот, не говори. Вообще, понимаешь, не говори плохо. Даже в ветхое время пророк говорит, не говори плохо про царя, потому что понимаешь, что сбудется. Ты нам льси, чтобы мы долго жили. А тут пророк говорит, ну ладно, промолчу. Нет, ты скажи, ну так ты умрешь к утру. В тюрьму у пророка. А не говори плохо про царя, это почему? Потому что царь, потому что царь, это ну как бы это Бог дал ему власть. Если ты говоришь плохо про царя, Нечестивые цари, это да, Бог дал власть на человека, знаешь, обман. Знаешь как, Бог доверчивый, Бог очень доверчивый. Богу многие обещают, я, если ты меня спасешь, я буду хорошим, я буду делать. И Бог верит, и Бог дает. Вот я буду хорошим. Получил власть, человек забывает, тут же перебывается и начинает творить все хуже прежнего. Понимаешь? Значит так, значит так и надо. Нет, не надо этого. Для чего? Не надо. Бог знает, Бог знает, поверь мне, Он если ставит, Он знает. Правильно, Он каждого человека раскрывает, Он каждого человека, человек каждый должен раскрыться, он должен наконец-то снять маску, он должен обнаружить свое собственное лицо и показать, кто он такой, как и дьявол должен показать всему миру, кто он такой дьявол. И кто такой человек, и ты должен показать собственное лицо, кто ты такой. И каждый должен, побеждающий, понимаешь, побеждающий наследует все. Это ты не можешь на шару пройти. Все пройдут через те времена, которые определились, чтобы ты был самим собой, снял с себя вот это рубище, вот эти маски, вот эти вот куклосклан, вот это все одежды такие, которые попридумывали себе. Нет, все пройдут и станут самим собой перед Богом. Хорошо, Воксин, ну вот скажи мне, скажи, вот Бог, он имеет вот, ну как тебе сказать, силу такую и власть, чтобы вот так щелкнуть пальцами, и Путина не стало вообще, и именно не стало. Не будет он этого делать, нет. Не, ну может, скажи, может. Он может, но он так не делает. Вот, а почему не делает? А потому что я согласен. Бог говорит, отделитесь. Знаешь, как написано, суд совершается, отделись. И люди должны были, было время отделиться. И церкви должны были заявить свое слово, русские, Путину, о Путине. И дал время, написано, дал время покаяться. Бог дал время отделиться. Вы определитесь, ты за кого. И вот это время дано. А потом уже, извини, заднее не будет. Я передумал. Нет, нифига себе. Поропадешь. Все. Ну цель, вот цель у Бога какая. Цель покаяться. Цель, чтобы покаялись. Вот время ожидания, чтобы покаялись. Чтобы осознали цель. Значит, значит, он то, что делает, значит, оно для того, чтобы что-то сделать для народа своего хорошего. Ну, я так это вижу. А народу это надо? Ну, значит, надо. Люди этого хотят. Люди, знаешь, отождествили себя с этим, как вот Игорь Кузов говорил, с этим чудовищем. Они отождествили. Вот это стая злых людей. Стая. Нас много. Понимаешь? Стая. Вот эта стая. Чма. И вот они определились. И они тут мясом лежат. Они костями тут собаки их грызут. И вот уже все. Нету им никакого сожаления. Никто о них, нас их не плачет. И не говорю, только радуются. Наконец-то еще вот эти вот орки. Даже сами они не плачут о этих группах. Они понимают, что они пошли туда за деньги. Первые, по крайней мере, первые за деньги пошли. Все понимают. Вок, Вок, Вок. А при чем здесь? Слушай, это здесь вообще ни при чем. Что ты говоришь. Это просто люди отождествили себя с этим злом. Они пошли. Они платят цену. И смерть – это их удел. Слушай, Вокс, знаешь почему? Потому что зло понравилось их душе. Зло понравилось их душе. И они начали его впитывать. Игорь, одну минутку. Хотел сказать, написано, говорит, не медлит Господь, как многие почитают то медление. А долго терпит нас. Для чего? Для того, чтобы спасти. Да, конечно. Но это тебя Он спасет. Так вот слушай, Дима. Смотри, слушай, Дима. Вот ты процитировал слова. Не медлит Господь, но долго терпит, чтобы пришли к покаянию. Правильно? Да. Во что выливается долготерпение Божье? В трупы. В трупы. Мы видим, в прочую, да. В трупы. Люди умирают, пока Бог долго терпит. Ты понимаешь, какая тут интересная ситуация? Бог долго терпит. Слушай, вот Бог долго терпит. Сегодня умерли люди. Они пошли на работу. Они встали, как обычно. Ребенок сегодня погиб. И они сегодня умерли. Знаешь, почему? Потому что Бог долго терпит. Завтра умрут люди. Их убьют. Изнасилуют. Уничтожат. Потому что Бог долго терпит. Так справедлив ли будет Божий суд? А ты как думаешь? Ну, конечно. Только кто туда попадет? Смотри. Так, Игорь, написано, вот я это место нашел. А убийца покаянется. А убийца покаянется. Что конкретно написано? Смотри, написано. Немедленность Господь исполнением обетования. Как некоторые почитают то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию. А люди-то гибнут? Люди-то гибнут? Скажи, какое обетование? Пойми, это о пришествии. О каком обетовании идет речь? Давай. Ну, это пришло назад. Смотри, Дима. А смотри, как получается. Солдат убил на войне человека. И не одного. А сам через годик пришел ко Христу. Да. Так вот этих людей, которых убил он, они в преисподнюю сошли. Они грешники, например, не принесли. Они в преисподнюю станут на Божий суд. А этот солдат, который их убил, принял Иисуса Христа и на суд вообще не приходит. Ты понимаешь, насколько Божья справедливость возмутительна. Божья милость возмутительна. И вообще Божий разум не патриотичный вообще. Понимаешь? Вот Бог вообще не патриотичный. Вообще. Игорь, я вот думаю, знаешь почему? Потому что мы не видим ни начала, ни конца. А Бог это все видит. Он уже знает именно начало и конец. Он знает про тех людей, что с ними будет там дальше. Не, ну подожди. Ну мы же должны как-то... Слушай, ну мы же должны что-то чувствовать. А мы и чувствуем. Что ты чувствуешь, когда убивают людей? Я вообще, ты знаешь, ну я просто полностью доверяюсь Богу. Ты же отключил все новости. Ты же сказал, я новости все... Да, да, да. Ты себя изолировал. Ты себя сделал врагом. Ты не хочу видеть, слышать. Ты сделался хорошеньким, добреньким. Слушай, Дима, ты не видел сегодня окровавленных окровавленных женских лиц, по которым... Видел, видел. И меня это очень возмущает. Мне именно, ну, по-человечески... Но я не... Ну я понимаю... Я доверяюсь просто Богу. Ну я знаю, что Господь... Это... Ну ты знаешь все это, видишь. А для чего он людей послал? Я Церестой. Вот это все на Господа навалили. Бог все делает. Он... Я вас спас. Я вас поставил, чтобы вы шли и делали то, что я... И больше меня делали. А мы зарылись, а как равлики и по норкам сидим. Бог, делай! Бог, спаси! А Бог говорит, я вас на самое... Это дело, чтобы вы шли и делали дела больше меня. Чтобы вместо меня я бы уже вас дал то, что Дух Святой вам все снарядил, научил. А вы, придурки, смотрите. Бог, сделай! Бог, мы тут ни при чем! Мы будем со стороны наблюдать! А что снарядил? О войне? Что Бог сказал нам вообще? Подожди! А почему война? Ну, скажи мне, что Бог сказал нам о войне? Ну, вот. Он учил нас что-то, как воевать или как убивать или как что-то... Что делать вообще? Вот. Людям Божьим, народу Божьим. Водиться Духом Святым он учил. Водиться Духом Святым, а не книжкой. Много чего написано. А тебе надо бы наделать, что Дух тебе скажет. И если он твой Господь и Бог Господь, то слушайся, что Господин тебя повелевает делать. Не, ну, есть учения Христовы. Учений всяческих полно, а выбрать нужно лишь одно. А люди выбирают самые жирные куски мяса, что ему выгодно с этих учений. Не, ну, есть учения Христовы, но там нет ни слова о том, как себя... Христово? Нет учения. Зайдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Примите силу. И без него не надо делать ничего. Ну, то свидетелями, понятно. Ну, как вести себя на войне? И без него на войне делать ты будешь ничего. Ну, нету этого, ты понимаешь, как бы... Да, конечно, нету. Наставление, учение, обетование... Правильно. И не будет тебе наставления. Надо быть Духом Святым. Реально. Ну, это понятно. Да что ж понятно? Что понятно? Есть конкретные... Есть конкретные... Ну, такие наставления, что делать там, там, там. Ну, про войну я не читал. Да, если будешь слушать о войне, беги в горы в Юрусалиме. Ну, для того времени, да. Потому что там сказано, что Юрусалим будет отдан на поругание, на разграбление. И кто там останется, тебе будут убиты. Бог предупредил. За что это он показал? И это случится. Поэтому лучше вам продавать свои имения, раздавать бедным. И тебе легче будет оставить этот Юрусалим, потому что тебя ничего не держат. Поднял свой взад и побежал. У тебя там ничего нет. Так ты же говоришь, что мы ничего не делаем. А что мы должны делать? Мы делаем то, что нам написано делать. Мы же это и делаем. Нет. То, что Дух Святой скажет. Делай, что Дух Святой скажет. Люди знают, что написано. Вот я тебе сказал, выбирают жирные куски, что им нравится, что написано. А то, что не нравится, они как бы глаза закрывают. А мы это не видим. Хорошо. Хорошо. Как ты определяешь? Ну, ты говоришь, Дух Святой что говорит? Дух Святой говорит. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходит, куда уходит так бывать со всяким рожденным от Бога. А если ты его похерил, то, конечно, кто тебе виноват? Не, ну ты же должен иметь какое-то основание. У меня Бог говорит. И мне Бог говорит. Бог меня предупреждает. Да, я не могу от сюда выехать. Он не хочет. И он мне предлагает. Да, можешь. Можешь так. Можно. Но лучше бы так. Мне Бог показывает. Говорит. Говорит. Но ты должен где-то увидеть подтверждение тому, что это Дух. Я не могу тебе дать подтверждение. Это очень такая вот фигня. Это во мне лично. Я не могу. Я сам. Мне надо доказательства. Но я знаю, что это Бог. И мне надо смириться. Ну, так тогда это и получается, что... Ну, а кто тебе это говорит? А если это... Это его голос. Это он говорит. Я не могу тебе сказать, кто это говорит. Это он говорит. Ну, так ты же где-то должен иметь основание этому, что это говорит именно он. Ну, ты основание своих родителей голос знаешь и не знаешь. Ты мой голос узнаешь уже хоть наконец-то. Вот несмотря на мою рожу. Ты можешь меня узнать, мой голос? Не? Скажи, это Вокса говорит. Слушай, ну, мне вот, если что-то Бог говорит, там мне приснилось что-то или кто-то сказал через кого-то. Я всегда именно ищу в Писании как подтверждение этого. А, ну, ни хрена себе. Если нахожу, то да, да, это Бог говорит. Если нет... А я в Писании не нахожу, когда я хочу уехать, а мне Бог говорит, будешь строить свою студию, иди строй. Мне в Писании написано, иди строй свой дом. Когда тут гупает, и там взрывы, и все, и такая дурня полная, сердце колошматит. А Бог говорит, иди строй свою студию. Я это в Писании не нахожу вообще. И я три дня еще с Богом спорю. Три дня. А говорю, ты кто? Ты что? Тут сейчас все к хедре нифиге не разлетится. Тут надо где-то уже в это оружие в руки брать. Не, ну, ты строишь студию? Строишь или нет? Время от времени. Сейчас почти нет. Я же не послушный такой. Я же тебе сказал, мне надо раскачаться. Мне надо раскачаться. Я не такой быстрый, приткий, я уже старый. Но когда Бог говорит, я знаю, что это Бог говорит. И сейчас Бог говорит. Да, будет тяжело. У нас будет столько тут беженцев. Поприезжай, тут сюда, где я живу. Столько будет беженцев. Тут будет кишеть под Киевом. Они бежут дальше. Это такие вещи, я тебе скажу. Но моей жене тоже Бог говорит. У нас света не будет. У меня был сон сегодня ночью. Сегодня утром. Ну, в прошлой ночи был сон. У нас света не будет. У нас тут будет немножко тьмы. Тьма будет некоторое время. Я не знаю, как это выглядит. Даже машины. Я в свете, я видел во сне, даже машин ездили ночью без света. Я говорю, как они едут? Они же друг друга не видят. Будет столпотворение. Вот на некоторое время реальный будет тьма. Здесь будет бой, как Киев. Я не знаю, это жестко будет. Тьма будет. Я тебе не даю. Это я то, что видел. Я верю в этот сон. Да. Но я выживу. Там были некоторые бигборды подсвеченные. Я не читал, что написано, но некоторые бигборды, я думал, ну, это солнечные панельки, аккумуляторы, они немножко подсвечены, бигборды. Но я сейчас где-то догадываюсь, что там местописание. Там на этих бигбордах что-то написано было. Там не была реклама там спичек или памперсов. Там что-то было написано. Я не читал. Но они были подсвечены в этой темноте. В этой полной темноте были подсвечены места. И Бог будет подсвечивать. И это нас выведет, спасет. Не будет полной. А я тебе об этом и говорю. Ну, так меня, видишь, меня же в этом откровении не читал. Я видел сон. И мне это, слава Богу, я уже предупрежден. Мне легче это воспринимать. Потому что я уже готов к этому. Ну, возможно. Не спорю с тобой. Может, и так. Может, предупреждаю. Ну, ты тут сиди. Вот сюда приедь, в Киеве жди нападения, которых не знают, будет оно или не будет. Я вообще-то не хочу. Я вообще-то помолился еще перед этими в два часа ночи с человеком. Мы помолились, чтобы эти разрушения были минимальны и куча ракет была сбита. Вообще они не прилетели на свои места. Мы помолились об этом. И я смотрю, да, ракета упала в центре Киева, но она на перекресток упала. Центр дорог. Знаешь, там возле парка Крещенкова, в центре. Ни одно здание не повредило. Она просто так сделала. Ну, там пострадали машины. Ну, минимум людей. Она упала там возле арки Дружбы народа, упала где-то там на дорогу. Но она не попала ни в одно здание. Это тоже есть пример. Да, они будут стрелять, да, они будут наносить какие-то... Наше дело молиться и сказать, да не будет, да не состоится, да не попадут. Попала в детскую площадку, когда там никого не было. Ну, хрен с ним. Да, попала, взорвалась. Но КПД этой ракеты, да, кого-то напугало. Но у людей, главное, нету страха. Я смотрю, тут уже нет страха. И не обязательно ждать кого-то, чтобы молиться или что-то продолжать. Я никого не жду. Ко мне пришло, я сразу что-то говорю. Прямо в духовный мир. Вот так прямо говорим. Ну, так и я вышел с утра и высказал свой сон, рассказал его еще утром. Это очень важно. В прямом эфире. Это очень важно, потому что именно Бог ищет таких людей, которых Он может быстро наполнить, и они выдадут это. Они не будут там сомневаться, искать в Библии, где, блин, это в Библии написано. Блин, это... Ну, да, нафига, но надо. Если ты все время будешь искать, пока где-то на Библии написано, то у тебя уйдет и вдохновение, и время, и место. Да. Оно сразу приходит. Это не надо там где-то искать. Никакого местописания мне не пришло, когда я сегодня проснулся, и у меня была молитва за... Вообще никакого местописания. Я просто знаю, что Дух Божий. И то я знаю, что Дух Божий. Если мне надо будет местописание, он мне вместе с местом Писания это даст. Вместе с местом Писания. Ну, скажи, ты так у нас получаешь. Скажи, Димончик, расскажи, что тебе было? Какое откровение было? Какое ты сошел был? Что-что еще раз? Ну, расскажи о своих откровениях сегодня. Ты так у нас наставляешь, как нам надо. А как у тебя? Вообще, вообще, вообще снов не вижу уже. Ну, еще. Ну, да, что ты меня наставляешь? Ну, ты понимаешь, иногда, я тебе скажу так, иногда вот человеку не нужны никакие откровения Божьи, потому что они ему... Зачем? Зачем? Я не про Диму говорю. Просто христиане, они в такой ритм жизни вошли, как мирские люди. У них все намази, все накатано. Все, как бы, жизнь идет своим чередом. Какое тут может быть откровение? Для чего? Что где-то оценка на продукты? Какое откровение? Какое откровение? Для чего? Тебе что, плохо? Тебе же хорошо. Все нормально. Ты сам себе наладил быт, зарплатку, общение. Что тебе надо? Какое тебе надо откровение? Ты что-то делаешь, чтобы тебе нужно было откровение? Ты за что-то переживаешь? Слушай, вот... Переживает человек... Иногда переживает за такие вещи, чтобы зарплата была, чтобы коммуналка не... За такие вещи переживают. Ну, какое откровение? Хочешь откровение, иди новости почитай. Слушай, я вот тебе скажу, Игорь, что когда началась война, 24-го, там, числа... Я... Слушай, у меня вообще такой мир на сердце был, не знаю, что. Моя Таня, там, бегала в подвал, там, сидит, и все. Я лежал дома, смотрел телевизор. Вообще, ну, вообще, понимаешь? Никаких переживаний, никаких... Вроде как ничего и не происходит. Просто потом, что там с диализом начались проблемы, то пришлось уехать. И детей забрали, потому что они там в подвале сидели. Видишь, Дим, тебя не волнуют люди насилованные, тебя не волнуют убитые, замученные люди. Слушай, ну, что его должно волновать? Слушай, Вокса, я тебе скажу так. Вот возлагать на людей то, чего Бог на них не возлагает, как раз не надо. Нет, ну, так он же на меня возлагает, что я должен быть таким же бревном, как и он. Я не хочу, я не такой, Дима. Да нет, я ради тебя не возлагаю ничего. Ну, все, ну, не поправляй меня, пожалуйста, хорошо? Нет, просто Дима интересуется. Согласовано ли твое вдохновение с Божьим словом? А ты говоришь, иногда некогда согласовывать, понимаешь? Не-не-не, слушай, просто вовсе ты сам, ты сам выходишь и кричишь, что ты ругаешься, что надо что-то делать, там это. Я не вижу мне, что надо делать вообще, вот реально. Ну, не надо, не видишь, не делай. Тебя никто не просит. Тем более у тебя инвалидность первой группы. Кто тебя что попросит? Ну, зачем? Я просто, я просто, знаешь, ну, вот молюсь. Вот Таня мне говорит, ей снятся и сны, там, она видит какие-то видения, там, ей что-то Бог там говорит, то она мне говорит мне, и давай помолимся. А что мы еще можем сделать? Мы молимся об этом, знаешь, там. Молимся, молимся. А что я еще могу сделать? Слушай, слушай, знаешь, тут получается как, что Бог делает? Он начинает увлекать, увлекать, чтобы ты был к нему чувствительным. А вот когда человек заинтересован в Боге, вот он хочет, чтобы Бог давал ему какие-то молитвы, откровения, вдохновения. И Бог такого человека видит, понимаешь? Ему интересно, когда Бог через него что-то делает. И тогда, конечно, тогда ты не думаешь про то, почем лимоны в магазине, понимаешь? Чтобы тебе их на зиму закрыть. Или там еще какие-то суету. Ты ждешь, чтобы Бог тебя употребил. И, конечно же, ты не пропустишь. Раз что-то пришло к тебе, ты сразу молишься. Что-то раз, ты сразу с кем-то поделился. Ну, то есть, пустил слово. Что-то еще раз, ты тоже это отдаешь. Не промолчил, не промолчал, не затаил в себе, не передумал. Знаешь, вот как человек думает, 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 думает. Блин, оно уже передумалось у него и улетело. Нет, он отдает, он отдает. Говоришь, Таня, слушай, я вот это чувствую там. Или там мало ли кому, братья и сестры, я вот это пост в группе быстренько написал. Что оно там, ну, понимаешь, и так Бог, Бог учит, ну, кто отдает, тому Бог дает. Вот что-то такое, типа такого, понимаешь. Ну, это да, это процесс, который мы должны отдавать, чтобы Бог наполнял нас опять. Просто как сосуд. Потому что если вода стоячая, она начинает гнить. Вот, а иногда люди ждут объемного какого-то, знаешь, выдать проповедь на три часа. Да нет, это может быть впечатление. Это может впечатление. Ты так, раз, говоришь, Таня, у меня такое впечатление, я тебе сейчас расскажу. Все, ты выдал, ты в физический мир это вынес. Вот это очень важно. Ну, мы постоянно с Таней делимся друг с другом. Ну, да, это если Таня, а если рядом есть братья и сестры или там, то можно это дальше. И братьям и сестрам, конечно, тоже, я бываю тоже посты пишу, что у меня на сердце, говорят, что за пост. А у меня вот так было на сердце, я написал, как и есть. Да, вот это что на сердце. Потому что мы бы должны выносить то, что у нас на сердце. Да, может оно там какое-то, кажется, не от Бога. Ну, ты искренне вынес, что у тебя на сердце. Осудили тебя или похвалили, это уже другой вопрос. Мне, в принципе, все равно, что там люди подумают, что скажут. Ну, все равно, мне, например, не все равно. Мне хотелось бы, чтобы у нас было понимание, что мы все источники. И оно, когда выносишь что-то, да, может что-то вынести человеческое. Ну, чтобы это было, хочется, чтобы братья поддерживали и сестры, а не говорили. Ну, да, на свет выносят. Спасибо, у тебя такой источник, давай засыпем его землей и затупчем ногами. Не, ну, у меня как бы, как бы, ну, ты же знаешь, я в церкви, у меня такого нет. Нормально все все воспринимают. Ну, вот это мы говорим о духовном, понимаешь? А уже в помощь нам, к Духу Святому, в помощь и Слово Божие, и общение. Но Дух Святой в первую очередь. Однозначно. Ну, тут согласен, ничего не скажешь. Ну, что, давайте будем заканчивать, 11 часов. Ага, ага. Вы же вдвоем не останетесь тут. Я слышал Наташа говорить тебе, так, 11 часов. У тебя Наташа молодец такая, на контроле. Ты знаешь, Дима, после 11-ти мне начинают стенку стучать в соседей. А у меня то же самое, прикинь. Пришел сосед, короче. Я начинаю тише говорить, потому что... Да-да-да, он говорит моей жене, говорит, скажите своему мужу, а я еще спал, скажите своему мужу, чтобы не разговаривал, говорит, поздно по телефону. Хотя, конечно, нас еще там много людей смотрит. Ну, что ж, извиняемся. Мы и так поговорили. Сегодня никто не заходил, кроме вот нас троих. Витя приходил, что? А, Витя. Витя был, да. Инкогнито проезжал. Пообещал написать про меня. Проезжал СБУ. Слушай, про какую СБУ? Что ты там думаешь? Да пусть пишет. Нужно как-то надо, чтобы меня к президенту поставили с ним поговорить. А, ну, если для этого, то да. Да. Все. Всем спокойной ночи. Всем пока. Да, всем спокойной ночи. Пока, да. Все, давай. Пока. Вокса. Не переживай. Все будет окей. Все будет царство Божие. Все, давай. Да.